Здравствуйте, это видео-версия интернет-газеты Красньюз, я журналист Дмитрий Полушин. И сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Красноярского края Иван Александрович Серебряков. Здравствуйте, Иван Александрович. Здравствуйте, Дмитрий. Накопилось немало новостей, которые хотелось бы с вами обсудить, поскольку вы яркий представитель красноярской оппозиции, хотя вы это слово не любите, у нас этого слова, как говорится, партийские словареты нет, как говорят федералы. Но тем не менее, именно вас, я думаю, руководство Красноярского края уже записало себе во враги. Не знаю, согласитесь вы с этим или нет, но многие ваши комментарии критически воспринимаются в штыки, как травля, как некая информационная кампания, не объективная, субъективная и все остальное. Я думаю, вы это прекрасно сами слышали неоднократно и на себе Законодательное чувствовали. Но по последним событиям и заявлениям на федеральном уровне прилетает потихонечку ответочка и региональной власти. Президент России Владимир Путин заявил, что тех чиновников, руководителей, которые хамят гражданам, необходимо выметать из органов власти, не добавил он только поганой метлой. Как вы воспринимаете эти слова, а главное первое действие, как мы знаем, один из губернаторов уже вылетел со своего места? Воспринимаю только позитивно, потому что подобные заявления, если они будут подкреплены делами, конкретными делами, можно воспринимать только позитивно, тем более народ этого требует. Посмотрите, что у нас произошло с Чувашей. То есть, по сути, можно сказать, что поступок, да, был, но он не цитировал Геббельса, не плевал в память воинам-победителям, по-другому не назовешь. У нас сегодня, когда был осужден фашизм, когда впереди у нас юбилейная дата, цитировать Геббельса еще этим гордиться, ну, вы знаете, из ряда вон, а людям начинать хамить. А масса других просчетов, про которые, знаете, глава Чуваши, наверное, будет казаться маленьким ребенком, таким, ну, чуть-чуть нашкодившим. Поэтому, безусловно, если речь идет конкретно о таких вещах, которые не являются показушными, это можно только позитивно воспринимать. Только позитивно. Ну вот, около стен серого дома даже проходили пикеты, где лежали плакаты с надписью «Губернатор Хамло». А где наш губернатор Александр Витальевич конкретно хамил? Было ли такое? Дмитрий, видите, люди, они говорят с точки зрения эмоций, но мы должны все-таки рационально с вами рассуждать. И если говорить с эмоциональной точки зрения, безусловно, вы вспомните только у нас Каннский район, когда права хотели качнуть, там, воротнички поправить, то есть, переходя на какой-то такой вот жаргон, по-другому не назовешь. Но я бы с вами сейчас не эту тему обсуждал, это люди требуют эмоционально. Но, вы знаете, у нас не сегодня, а завтра выйдут люди, которые будут требовать уже эмоционально. А я бы не стал торопиться, Иван Александрович, все-таки необходимо разбираться, кто и как относится к людям, и кто как себя воспринимает и идентифицирует. Как себя, Александр Викторович, УС идентифицирует и воспринимает по отношению ко всем остальным? Ну вы же идентификацию-то, я думаю, хорошо увидели за прошедший год, да? Она в декларации. Она в декларации есть, и отношения к людям есть, и те трагические события, которые переживал Красноярский край, и все граждане Красноярского края переживали эти события, пропуская их через себя, участвуя сами. Мы видели отношения к губернатору, он был от них отстранен, то есть, в самые тяжелые моменты он находился за границей, заходился там во Франции, там, куда там делился опытом ездил, то есть, тогда, когда надо было принимать тяжелые решения, связанные именно и с экологией, и со здоровьем людей, и с целыми районами. Это тысячи человек. Мы видели, как он отстрагировался от ситуации с дамбой, которую провал. То есть, он абсолютно не понимал цифры. Сначала называлось две, потом три, четыре, там. Сколько потом выяснилось, да, было. Но это же не поступок и не осведомленность руководителя. Я думал, вот общее вот это вот количество системных, серьезных ошибок может говорить только об одном, что как таково государственное управление на территории Красноярского края у нас потеряно. Оно отсутствует. И это можно с вами смотреть и насчет кадровых назначений, которые были сделаны. Сейчас, наверное, у нас не хватит времени конкретно поговорить конкретно по тем людям, кто руководит Красноярским краем. Но есть цифры, статистики. Факты говорят сами за себя. Какую бы радужную картинку сейчас, сегодня губернатор правительства Красноярского края не пытался отправить в Москву, построив Потемкинскую деревню. Как у нас тут все здорово. Я думаю, каждый красноярец с этим согласится. Турнир Ивана Ирыгина. Выходим на улицу, дышим воздухом. Чистота, воздух ажно звенит. К нам приезжают граждане, гости. Универсиада у нас звенит. Ирыгина заканчивается. Режим неблагоприятных метеоусловий. Дышать нечем. Дышать нечем. О чем это говорит? Говорит только об одном. Мы гоним картину. Показушную. Нам абсолютно все равно. Как живут люди. От чего они болеют. Чем они занимаются. Где работают. Все равно. Нам важно показать в Москву о том, что у нас все хорошо. Но есть цифры, которые говорят все за себя, что у нас не так все хорошо с вами. У нас с вами все далеко не хорошо. Допустим, за последние только два года у нас индекс промышленного производства снизился практически на 7 пунктов. Это колоссальная цифра. Это инвестиционная привлекательность. Это реальный сектор экономики. И поэтому, когда снижается индекс промышленного производства, говорит о том, что у нас растут доходы населения, наверное, совсем глупо. Даже можно сказать с точки зрения какого-то заколдованного леса, доходы населения падают. И даже статистика говорит о том, что доходы населения у нас падают. В богатейшем Красноярском крае, где можно развивать и развивать, где Советский Союз говорил о том, что это вообще колыбель экономики целого советского государства, то есть бюджетообразующий субъект. У нас сегодня мы не можем обеспечить наших граждан работать. И с чем это связано? Это ведь во всех отраслях. Не так давно я общался с дорожниками. Они говорят, а мы не знаем, что мы будем делать в этом году с дорогами Красноярского края. У нас всего заложено в бюджет с федерации 1 миллиард рублей. Миллиард. А почему? Такого никогда не было. А потому что надо было работать. Надо было ехать в федерацию, надо было убеждать, договариваться, спрашивать, просить, говорить, что необходимо для субъекта. Но этого никто не делал. И это открыто, поверьте мне, говорят люди, которые непосредственно на земле работают. Они понимают, о чем они говорят. Власти нет. То есть однозначно. Когда люди начинают обращаться и приходить, и говорить, помогите, что-то сделайте. Что у нас решена проблема с обманутыми дольщиками? Нет. У нас решена проблема с высокими тарифами на электроэнергию. Нет, она только увеличивается. А вспомните последний случай, который у нас был насчет капитального ремонта. Хочу 14. Да нет, давайте 7. А может быть 0. Да не знаю. Ну так для себя можно что-то сделать. Вот этот бардак надо заканчивать. И чем быстрее мы его закончим, тем нам проще будет восстановить хотя бы то, что осталось в Красноярском крае. Поверьте мне. Потому что сегодня я могу вам по пальцам перечислять те рэперные точки, на которые необходимо прям с завтрашнего дня, еще вчера, обратить внимание прокуратуры Красноярского края, генеральной прокуратуры, президента. Иван Александрович, ну критиковать легко, но что конкретно нужно делать и чего власть сегодня не делает? Нам необходимо создавать рабочие места. Нам необходимо создавать зону инвестиционной привлекательности на территории субъекта. И таких проектов, которые должны здесь у нас быть реализованы, они должны быть не на бумаге. Руководство субъекта должно следить, чтобы оно было не на бумаге. Вы поймите одно. Заявлять и кричать в Москву, вот у нас будет скоро проект за 130 миллиардов рублей очередной по лесопереработке. И тут же выделять лесные деляны. Да, за это мне кажется. Вот я вам как гражданин свою позицию могу сказать. Засадить надо. Почему? Потому что сначала должны показать реально действия, где это было реализовано, кем, как, что это за компания, какой у нее уставной капитал. Что было сделано? Сколько рабочих мест было создано? Это что, кубовщина по-вашему? А как это назовешь? Когда непонятная компания за десятитысячным уставным капиталом заходит и берет на 4 миллиона кубометров леса. Ну а что это такое? Ну это да, давайте мы сейчас не будем к лесу относиться. Что было сделано? Я неоднократно наносился законодательного собрания, подумал вопрос. Если мы не решим вопрос с электроэнергией, с тарифами, у нас нет будущего в Краснодарском крае. У нас будет постоянно идти отток населения. У нас не будет сюда приток, потому что сюда готовы поехать в бизнесе работать только в одном случае. Если мы обеспечим нормальной конкурентоспособной электроэнергии. Мы живем с вами в суровых условиях, у нас больше чем полгода зима. Еще Столыпин в свое время говорил, что осваивать Сибирь надо с улучшением энергетической обстановки. Ну давайте как бы это совсем давно, но вот Косыгин. Развитие Сибири невозможно без доступной электроэнергии, невозможно. Но у нас же, посмотрите, у нас делают все в угоду, я даже сейчас не могу сказать кому. В угоду кому. Ну точно не людям. То есть у нас как с вами был киловатт-час, два года назад, три года назад, достигнув своего определенного пика. Стоимостью в 7-8 рублей за киловатт-час для промпредприятий. Что было сделано для того, чтобы он опустился? Можно говорить, у нас рынок, у нас там биржа там и так далее. Почему в соседней Иркутской области он рубль 20? Почему мы в Китай продаем дешевле? Почему мы, я пытался найти цифры, за которую реализуют электроэнергию, допустим, для того же самого Русал. Все закрыто. Все закрыто. И цена для Китая, между прочим, тоже закрыта. Их последние пять лет засекретили и не показывают. Конечно, потому что, а как людям глаза после этого смотреть? Ну, прийти в Китай тогда, это же не сложно на самом деле. Берете, просто открываете интернет и читаете, стоимость киловатт-часа, допустим, где-нибудь в Манчжури, для китайца. И все, просто конвертируете в рубли и получать. Вы удивитесь цифрам. Ну, почему такого? Почему в Иркутской коне? У них избыток энергии. Избыток энергии. А давайте мы с вами вспомним про Красноярский край. Что какие предприятия у нас здесь находились? Смотрите, у нас находился здесь. Сип-Тишмаш, Крастишмаш, Сип-Сталь, полностью мы делали резино-технические изделия, предприятия химической промышленности, целеложно-бумажные предприятия. И на все хватало у нас электроэнергии. Сейчас этих предприятий нет, а у нас, видите ли, не хватает электроэнергии для населения? Или денег просто хочется больше? Не смешите меня. Нет. У нас просто не хочет исполнительная власть работать в интересах жителей Красноярска. И жителей Красноярского края. Дефицит не электроэнергии, а дефицит совести. Дефицит совести. Именно из-за этого, следующие цифры я вам приведу по статистике, у нас впервые, впервые, почему об этом не говорят? В Москву докладывать об этом говорить? У нас впервые с вами произошел отток населения. Отток. То есть, получается, мы с вами делаем все, точнее, вот сегодняшняя власть, которая пришла в эти кабинеты, которую я считаю сторонней, власть, делает все для того, чтобы люди отсюда уезжали, а не приезжали. Понимаете? И это очень серьезный звонок. Александр Иванович, одна из очень резонансных новостей последних дней, это то, в каких условиях работают учителя в городе Иландский. И все бы ничего. И туалетом никого не удивишь. И учителям в туалете, наверное, тоже в наше время уже не удивишь. Удивляет то, что эту школу заканчивал и получал там свой аттестат губернатор Александр Викторович Ус. Как вы восприняли эту новость? Меня это не удивляет. Это, в первую очередь, отношение. Хотите увидеть отношение губернатора к людям, проживающим на территории Красноярского края? Без всякого пафоса, там, без красивых телевидений, там, всего там, причесок и так далее, и нормальных журналистов? Посмотрите, как он относится к своему, к своему прошлому, к своей памяти, там, где он жил, вырос и так далее. И все встанет на свои места, далеко ходить не надо. Вот и все. Отношение такое, да вы должны сидеть в туалете все. И у вас вся жизнь должна быть большой туалет, по-другому не назовешь. Потому что иначе, иначе, меня это не то, что возмущает, я поражаюсь, как такое вообще возможно. Мы вопрос по этой школе в Виланском задавали, вы удивитесь, еще по лету. По лету я задавал вопрос в Министерство образования, что есть такая проблема, потому что депутаты обращались. Вчера возникнет, конкретно в Министерстве образования мне сказали, Иван Саныч, этот вопрос, губернатор в курсе, он все знает, мы их сейчас разбираемся, делаем. Ну, смотрите, да разбирайтесь до того, что потом это будет иметь серьезный общественный резонанс. Мы все сделаем. Прошел год, люди как были в туалете, так и продолжают сидеть. Я просто хочу сказать, вот живой пример, в Зеледеево школу, где я непосредственно приезжал, встречался с жителями и так далее, где школу закрыли, и дети выпали из учебного процесса, и не учились месяц. Ни глава района не приехал туда, ни глава образования. Пока на комитете не был поднят вопрос, люди не вышли на митинги, и я обратился к министру образования, заместителям, что происходит. И вот тогда, пригласив их на встречу, приехали. Школу начали строить, но обещали в том году, но до сих пор эта школа еще, насколько мне известно, она еще не уведена. 1 сентября обещал глава района ее ввести в эксплуатацию, а вот ныне там. Дети по клубам, по каким-то кабинетам, там где-то в пожарных, там где-то в езде отношения. Вы можете себе представить, чтобы такая ситуация у нас была. Даже на момент развала Советского Союза, даже в лихие 90-е, даже в 2000-е, такая ситуация могла быть. Да ее представить нельзя было даже до 2015 года. При всех, при всех нюансах, при всех там моментах, которые у нас происходили в крае, нельзя. А сейчас это возможно. Александр Ильич, практически раз в полгода на сессию ЗАГС Собрания выносится вопрос о том, что ребята, вернее, господа, надо закрыть еще 2-3-5 деревень. Там умерли последние старики. Ну, я же не вру, это правда. Это так и есть. Почему это происходит? А мы с вами снова подошли к тому, что люди уезжают. У нас не создаются условия для того, чтобы развивался агропромышленный комплекс. У нас не создаются условия для того, чтобы развивались подворные хозяйства. Мы сколько лет, я еще была в выборной компании в 2014 году, когда участвовал в выборной компании, в губернаторской. Я тогда говорю, что нам необходимо создать заготовительные конторы. Они должны быть, появиться в каждом районе. И тогда еще прежний губернатор Толоконский говорит, надо к этому идти. Ну, худо-бедно мы начали создавать с вами рынки выходного дня, они начали появляться. То есть, худо-бедно начали появляться какие-то там иллюзии того, что крестьяне может куда-то приехать, начать сбывать свою продукцию. Разговор пошел с крупными сетями, что давайте мы будем все-таки у наших крестьян напрямую будем пытаться вывезти их на рынок. Все. Как только Толоконский ушел, эта тема ушла, она нет. Все, у нас появились так, как было. И сегодня у нас ничего нового для того, чтобы могло развивать подворное хозяйство. А как мы хотим с вами деревню возражать? Немедленно надо создавать заготовительные конторы. Немедленно. Немедленно власть должна включаться в работу по урегулированию тарифов на электроэнергию, на теплоэнергию. Немедленно. Ни завтра, ни вчера, ни завтраками кормить. Включаться, если надо включаться на федеральном уровне, доходить до президента, в Совет Федерации, в Государственную Думу. У нас есть лоббисты. Где наши депутаты Государственной Думы от Красноярского края? Где наши сенаторы? Вы что думаете, этот вопрос нельзя решить? Можно. Этот вопрос решить можно. Потому что электроэнергия и вообще эти предприятия работают на территории субъекта Красноярского края. Но принадлежат американцам. Да кому бы они не принадлежали? У нас с вами есть собственное законодательное собрание. У нас есть высший орган власти в лице губернатора и правительства Красноярского края. Кому бы они не принадлежали? Мы здесь живем. И поверьте мне, я вам хочу сказать однозначно, попробуйте, допустим, на территории Соединенных Штатов или Германии, хочется в пример привести. Недавно были как раз скандалы. А почему это для жителей Баварии все дешевле? Потому что предприятие стоит. Поэтому все дешевле. Потому что они засоряют и так далее. Поэтому все дешевле. Люди страдают. Люди страдают там, видите ли, там неудобства образуются. А что у нас? У нас есть, я говорю, еще раз повторю, есть весь спектр того, чтобы навести порядок в этом отношении. Весь. Было бы желание. Желание этого я не вижу. Вы думаете, мы когда-то с вами перейдем на качественную, экологическую ситуацию, связанную с отоплением наших домов. Там говорят про газ и так далее. Оно же все между собой взаимосвязано. Вот в моем понимании, в нынешних интересах исполнительная власть никогда. Почему? Да потому что, как не посмотришь, кто самый крупный поставщик угля? Компания Сибуголь. А кто за ней стоит? Раз, и концы приходят опять-таки в администрацию Красноярского края. А что будет, если мы вдруг сделаем с вами дешевую электроэнергию? Тогда народ откажется от угля. Он будет отапливаться. Дешевая электроэнергию у нас получится. Чистая экология будет. А кого это интересует? Да никого. Чисто деньги. Но я по-другому не вижу, почему мы должны с вами загнать электроэнергию сюда, газом мы вообще не должны заниматься, только оставляя профанации. А уголь как брали, так и берут. С чем это связано? А я думаю, вот в этом и связано. В интересах. Давайте дальше посмотрим с вами. Насчет метро. Что происходит у нас с метрополитеном? Сколько мы уже миллиардов рублей выделяли на то, чтобы его закопать, раскопать, выкопать, снова закопать. И сейчас снова мы тех документацию делаем. И какую-то нам иллюзию говорят, вот станцию построим. Поверьте мне. Если бы было желание ее построить, она была построена давно. И никому ли как не Александру Викторовичу об этом знать, сидя в кресле председателя законодательного собрания 20 лет? Не ему ли об этом знать? И сейчас рассказывать, что это будет. Так вот, мы с вами должны немедленно добиться того, чтобы исполнительная власть приступила к своим прямым обязанностям. Работать в интересах красноярцев. Это наша с вами первоочередная задача. Первоочередная. Иван Александрович, я вот с вами даже не спорю и не вставляю свои пять копеек только по одной причине. У меня такое ощущение, что вы все еще верите в закон, верите в то, что здесь на местах у нас не местные царьки какие-то и помещики, а мы тут как крепостные или где-то даже как рабы. А это конкретно власти, которые колонизировали регионы, иногда даже в интересах иностранных государств, следят местные князьки, баи, чтобы отсюда выкачивались ресурсы, чтобы народ не вякал, чтобы оппозиционеров давили, тех, кто пытается что-то глаза открыть. Ну, вас, разумеется, как журналиста тоже иногда заносит, понимаете. А в чем я не прав? Реально заносит. В чем меня занесло сейчас? Вот я вам расскажу, в чем вас сейчас занесло. Вы говорите, что я верю? Да нет, дело не в том, что я верю, я не верю. Я верю в первую очередь в наш народ, в наших людей. Я верю в то, что они недостойны жить сегодня так, как нам пытаются. Я верю в то, что люди, которые выходили на митинги за отставку губернатора, за отставку правительства, понимая, что происходит, этих людей вышло в общем счете не менее 10 тысяч человек. Я верю, что если завтра это не начать делать, мы завтра здесь получим очень сильное протестное настроение в регионе. И рассказывать где-то на федеральном уровне о том, что у нас послезавтра есть национальные проекты всевозможные, есть государственные проекты, есть проекты международного масштаба, такие как строение Арктики, поверьте мне, будет невозможно. По той причине, что точка социального взрыва, она вот здесь близка, а аккумулирует эту точку социального взрыва люди, которые всем своим видом показывают, что место нас, наших учителей, которые учат наши детей, в туалете. Понимаете? Вот это, одно из основных триггеров должно быть на сегодняшний день, вот это, и это должны понимать все, в первую очередь верховная власть. Мы должны создать условия, потом говорить об этом. А когда с одной стороны верховная власть, вот вы говорите, обращают внимание, обращают, слушайте, но есть национальный проект, есть государственный проект, немалые деньги, которые собираются выложить. Только в первоначальном этапе 16 триллионов рублей, на первоначальном, а дальше можно посмотреть, так здесь можно задействовать все производство, здесь можно создавать реальные рабочие места, начать создавать реальный сектор экономики, сюда снова поедут люди, если правильно это сделать. А можем что-то заказывать с Китая, можем оттуда, можем оттуда, потому что если мы не хотим это делать, где-то интересы видим и так далее. И здесь как раз должна поработать власть. Если власть будет работать в этом направлении, люди начнут ее поддерживать, начнут доверять. Пройдите по многим участникам нашего сегодняшнего рынка, я не осуждаю этих людей, они считают, что ладно, я посижу, пережду там и что-то будет. А вот если вы с ними на кухне чай попьете, они вам расскажут, как их бизнес задавили, причем со стороны органов государственной власти. Для чего? Назовут фамилии для того, чтобы начали делиться. То есть, знаете, в 90-е годы были такие понятия, кто-то приезжал и начинал. Так вот, я в одном интервью слышал, Красноярский край вернулся в 90-е. И именно с этим это связано. И поверьте мне, вот просто как журналист, пройдите по определенным участникам рынка и спросите, как эти люди, которые так или иначе имели предприятие, производство и так далее, которые сейчас банкротятся, которые уже обанкротчены, вот за последние два года, причину пусть покажут и вам скажут, что причина. Эти же люди говорят, что сегодня не просто государство главный рэкетир, а сегодня депутаты, главные бандиты, особенно когда их много, когда они объединяются, когда подминают под себя и опутывают своей паутиной мафиозной экономику России и Красноярского края. Так и есть. Так и есть. Потому что кто принимает эти законы, кто сегодня, а каким образом оказалось? Вы вспомните 16-й год, 16-й год, вспомните Панфилову, вспомните обращение к президенту, 9 политических партий не признали итоги голосования в Красноярском крае, заявив, что это дичайшая фальсификация, газ выбора и система не работала 19 часов, что это не повод для пересчета, повод. Но в Москву ушли красивые отчеты, что все хорошо. Все, что происходит сегодня, вся вот эта профанация, показуха и все остальное, я иначе как, даже помягче хотел бы слово подобрать, но не подберу, саботаж направленный на экстремистские настроения со стороны граждан. Я назвать не могу, потому что люди смотрят, как живут в соседнем регионе. Почему у нас в Иркутской области на санрубку уходит в лес, возвращаясь в лес, на санрубку уходит всего 4% санитарная рубка. А в Красноярском крае до 20% доходят санитарная рубка. Что там, люди не живут что ли у нас здесь? Живут. Представьте в цифры. Омская 3%, а у нас 20%. А почему не 30%, не 50%? В Иркутске было 7%, потом куча уголовных дел, сейчас 3%. А у нас 20%, это нормально. Так люди живут в деревнях своих, смотрят, так у нас получается страны-то нет. А почему кто-то, если у нас нет страны, нам зачем-то вообще-то в этом виноват? Местная исполнительная власть. Но я не снимаю вину с тех людей, которые носят погоны и давали присягу. Не снимаю эту вину, безусловно. И я не снимаю эту вину с верховной власти. Но я все-таки верю в то, верю в то, что мы можем сегодня с вами, у нас еще не потерян шанс сохранить нашу страну. Не потерян. По чуть-чуть, помаленьку мы можем это делать. Но для этого должны вставать в управление регионов люди, которые действительно заботят, не собственный карман, которые не будут показывать миллиарды рублей в своих декларациях и так далее, ни разу не работая нигде. А те, которые действительно будут думать о земле. И те, которым будет доверять народ. Я думаю, что сытые, довольные, обеспеченные, богатые люди никогда не выйдут ни на какие митинги. У нас же, думаю, среди сибирских регионов, самый неблагополучный с точки зрения раскачивания лодки регион. Почему? Почему у нас пикеты и митинги практически каждую неделю? То коммунисты, то вы патриоты, то навальновцы, то еще кто-то. Почему люди выходят на улицы? Почему пытаются и угрожают сжечь себя на крыльце губернатора? Я вам сказал, у нас отсутствует система государственного управления. У нас сегодня сложилась ситуация, что люди видят ту власть, кто ее управляет. Достаточно было пары слов. Достаточно было прочитать Геббельса, достаточно было поправить воротничок, достаточно было сказать, что да горит лес, да пусть горит. А то, что люди там задыхаются, никого не волнует. Достаточно. Иван Александрович, еще одна тема, которую затронул президент Владимир Путин, это как двойное гражданство, так и вид на жительство, которыми не должны обладать никакие руководители, глав регионов и самые высочайшие чиновники. Как вы к этому относитесь? Насколько это применимо к нашей ситуации? Это абсолютно правильно. Это надо было сделать еще 15 лет назад. Почему? 20 лет назад. Это вообще не надо было допускать. Просто. Не надо было допускать, потому что в интересах своего государства можно это работать только в одном случае. Если у тебя солнце встает в России. Не на западе оно у тебя встает, а в России. И безусловно, вот эта инициатива, она для нашей красноярской элиты, это крах. Потому что там было сказано не только это. Еще и дети высокопоставленных чиновников не могут являться гражданами других государств. Дети-то живут. И дети являются гражданами какой страны? Понимаете? А если мы посмотрим с вами наш депутатский корпус? А есть ли там у нас коллеги, которые являют вид на жительство, другие гражданства? А если мы посмотрим правительство? Сейчас приведение этих законов, я думаю, нас ждут очень серьезные переставки. Если у тебя дом в Германии, если у тебя семья живет в Германии, дети лечатся в Германии, учатся там же, ты знаешь немецкий язык. Зачем тебе знать, как учится учитель в сельской школе? Что там происходит? Какое здравоохранение и куда? Если посмотреть просто, кто, где, сколько находится. Сколько времени ты находишься в Российской Федерации, здесь, сколько времени ты проходишь за пределами Российской Федерации. У человека, который солнце стоит в Европе, он не может жить и мыслить интересами народа, который живет здесь, в России, у нас, в Сибири.